Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. В сегодняшнем видео я покажу вам, как я замораживаю продукты впрок. И это здорово, экономит мне время. Три блюда из курицы. На приготовление продуктов перед заморозкой мне понадобится пара-тройка минут и столько же времени понадобится перед готовкой. Но это очень просто. Первое блюдо это блюдо из курицы с итальянскими нотками, которые вы сейчас видите на экране. Готовлю его с пастой. Второе блюдо это курица по-ямайски. Или еще ее называют jerk chicken. Или курица jerk. Я имела возможность пробовать это блюдо, когда мы были с семьей на Ямайке и точно знаю, что у меня получился аутентичный вкус. Это очень вкусно. И третье блюдо это курица барбекю. Я ее готовлю с рисом в духовке. Рис готовить предварительно на плите не нужно. Все готовится в духовке. И что самое главное, все три вида курицы можно также приготовить на гриле. Приступаем. Для каждого блюда мне понадобится по 5 куриных бедер, которые я предварительно помыла, обсушила бумажным полотенцем и посыпаю солью и черным перцем по вкусу с обеих сторон. Для заморозки желательно использовать именно пакеты, которые предназначены для заморозки продукта. Я использую вот такие, но вы можете взять любого бренда, которому вы доверяете. Обычно на пакете я всегда пишу дату, когда я замораживаю продукты впрок. Также пишу название блюда и продукты, которые я планирую добавить в это блюдо после разморозки. Обычно полуфабрикаты из курицы или любого другого мяса я храню в морозилке не больше трех месяцев. На этом пакете я написала дату 1 июня, также название блюда, это будет блюдо с итальянскими нотками, я написала Italian. Также написала, что добавлю примерно литр воды и полтора стакана сухой пасты. Точное количество ингредиентов я укажу в описании под видео. Теперь в этот пакет необходимо положить 5 куриных бедер, которые я предварительно подготовила. Добавляю 2 чайных ложки сухого молотого чеснока, также 2 чайных ложки сухого орегано, 2 столовых ложки растительного масла без запаха, желательно оливкового, и 5 столовых ложек с горкой густого томатного соуса. У меня соус маринара, но можно взять абсолютно любой соус, какой вам нравится. Если вы хотите очень насыщенный томатный вкус, дополнительно соус вы можете добавить во время готовки. Теперь этот пакет необходимо закрыть и очень хорошо встряхнуть в течение нескольких секунд, чтобы ингредиенты, которые находятся в пакете, хорошо соединились между собой и специи распределились равномерно. Специи распределились и теперь я еще раз пакет немножечко приоткрываю и стараюсь выпустить как можно больше воздуха из пакета. Затем его закрою и можно отправить в морозилку на хранение. Мое второе блюдо это курица по-ямайски или jerk chicken, курица jerk. Тоже пишу название блюда, также напишу дату, когда это блюдо было, и ингредиенты, которые я добавлю. А добавлю я в это блюдо картофель, примерно 4 больших клубня, и также добавлю примерно 2 столовых ложки растительного масла. Теперь в этот пакет, как и в предыдущем рецепте, складываю 5 куриных бедер. В пакет добавляю 2 чайные ложки сухого молотого чеснока, также 2 чайные ложки ямайского перца, его еще называют душистым перцем, либо на английском это allspice. Также 1 чайную ложку хлопьев чили и 2 чайные ложки коричневого сахара. Также я еще добавлю 3 столовых ложки растительного масла без запаха. Это блюдо в аутентичном рецепте достаточно острое, и кстати это тоже получается острым, поэтому количество хлопьев чили регулируйте по своему вкусу. Все делаю как и в первом рецепте, хорошо все встряхиваю, и затем выпускаю в воздух, и можно отправить в морозилку на хранение. Готовлю третье блюдо. Делаю все то же самое, как в предыдущих двух рецептах. Пишу дату, название блюда и ингредиенты, которые планирую добавить после разморозки. Когда я замораживала это блюдо впрок, я думала, что приготовлю его на гриле, но потом подумала, что гриль не у всех есть, поэтому я приготовлю его с рисом. Сколько добавила риса и воды, напишу в описании под видео. Итак, в пакете 5 куриных бедер. Теперь сюда же добавляю 2 чайных ложки сухого молотого чеснока, 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку копченой паприки или можно обычной паприки, 3 столовых ложки винного уксуса или можно любого другого, а также 3 столовых ложки растительного масла без запаха. И теперь делаю все то же самое, как в предыдущих двух рецептах. Хорошо все встряхиваю, выпускаю в воздух и отправляю в морозилку на хранение. Хочу сделать акцент на том, что этот рецепт, курица барбекю и jerk chicken, курица по-ямайски, отличная альтернатива шашлыку. Эти блюда очень нравятся моей семье, когда мы их готовим на гриле. Попробуйте. Вот так вот выглядят мои блюда после заморозки, как я их размораживаю. В моем холодильнике 3 градуса Цельсия. И обычно за 24 часа я вытаскиваю эти блюда из морозилки и размораживаю в холодильнике. Никогда не размораживайте при комнатной температуре. Теперь готовлю первое блюдо. Это курица по-итальянски, вернее с итальянскими нотками. Что я делаю? Мне понадобится кастрюля. И в кастрюлю необходимо сразу, целиком отправить всю курицу, а также весь соус, который находится в пакете. И теперь мне понадобится холодная вода. Примерно я использую 1 литр 200 мл, 1 литр 300 мл воды. Вам сначала покажется, что воды достаточно много. Но поверьте мне на слово, мы будем готовить пасту прямо в этой кастрюле, не отдельно. И она имеет свойство очень впитывать воду, очень впитывать соус. Поэтому такое количество воды. Я добавлю примерно 1 чайную ложку соли. Все перемешаю. И теперь отправлю на плиту и доведу до кипения. Курица у меня закипела. Буду варить курицу примерно 30-35 минут на среднем огне под прикрытой крышкой. Прошло 35 минут. И теперь самое время добавить пасту. Я добавляю 250 г вот такой вот пасты. Может быть абсолютно любая, любой формы, любого размера. И также, чтобы блюдо было более красочным, от себя еще добавлю банку консервированной кукурузы. Естественно, сок предварительно нужно сцедить. Это не обязательно, только если хотите. Все перемешиваю, доведу до кипения и буду варить на плите примерно 10-11 минут. Или, как написано на пакете для вашей пасты. Мое блюдо готово. Можно подавать к столу. Сразу после готовки вам будет казаться, что в кастрюле осталось достаточно много жидкости. Но вы увидите, что по истечению одного или двух часов количество жидкости очень изменится, потому что паста хорошо ее в себя впитает. По желанию сверху можно посыпать любым сыром, если хотите. У меня сыр пармезан. Можно использовать любой, какой есть у вас в наличии. Курочка получается очень сочной и вкусной. Я думаю, что такое блюдо очень порадует любителей пасты. Попробуйте. Для второго блюда курицы по-ямайски или jerk chicken мне понадобится картофель. Я беру 4 крупных клубня картофеля, но можно взять по вкусу. Картофель я предварительно почистила, помыла и нарезаю вот такими вот крупными кусочками. Картофель я положу в чугунную сковороду, либо можно использовать любую другую форму для запекания. Посолю и поперчу по вкусу, а также сбрызну растительным маслом примерно двумя столовыми ложками и перемешаю. Теперь у вас есть два варианта. Либо положить размороженную курицу сверху на картофель, либо положить картофель сверху на курицу. Мне нравится именно первый вариант. Я положу курицу сверху на картофель. Тем самым картофель получится тушеным, но с корочкой снизу. Курица у меня разморожена. И теперь осталось только положить ее сверху. Кстати, духовка у меня уже нагрета до температуры 200 градусов Цельсия. Буду готовить это блюдо в духовке 1 час. Во время готовки курицу необходимо перевернуть 2 раза на другую сторону. Ну что, jerk chicken готова. Или курица по-ямайски. И посыпаю сверху микрогрином. У меня это проросший чеснок. Очень вкусно и ароматно. Блюдо, конечно, острое, но именно в этом его прелесть. Мы его очень любим. Советую всем, особенно кто любит острое. Ну а кто не любит острое, можно регулировать остроту по своему вкусу. Курочка получается очень нежной, вкусной и ароматной. А картофель просто тающий во рту. Попробуйте это блюдо и обязательно приготовьте его на гриле. Это обалденно вкусно. И третье блюдо это курица барбекю. Я буду готовить ее в духовке, так как говорила вам ранее, что понимаю, что не у всех есть гриль и возможность приготовить на гриле. Поэтому готовлю его с рисом. У меня рис басмати 270 грамм. Я его предварительно промыла 3 раза и теперь кладу его в форму для запекания. Естественно, воду нужно сцедить. Вы можете взять любой рис, какой есть у вас в наличии. Единственное, если вы будете использовать коричневый рис или дикий рис, вам понадобится примерно на 120-130 мл воды больше. Потому что этот рис требует больше воды для готовки. Все разравниваю с помощью спатулы. И теперь сверху на рис я кладу курицу барбекю, которую я предварительно разморозила в холодильнике. Кладу прямо сверху на рис. Теперь курицу заливаю 690 мл кипятка. А затем еще добавлю 1 чайную ложку соли и все перемешаю. Для удобства вы можете соль добавить сразу в кипяток и этим соленым раствором залить курицу. Я попросту об этом забыла, поэтому соль добавляю после того, как я налила кипяток. Блюдо обязательно нужно плотно накрыть фольгой. И, кстати, духовка у меня уже предварительно нагрета до температуры 180 градусов Цельсия. Буду готовить блюдо при 180 градусах Цельсия 50 минут. Мое блюдо готово. Можно подавать к столу. Снимаю фольгу. Будьте предельно осторожны, потому что выходит очень много пара. И чтобы оно было ароматным, сорвала в огороде тимьян и посыпаю свежим тимьяном. Посмотрите, друзья, каким замечательным получился рис басмати. Ну просто изумительный, очень рассыпчатый и невероятно вкусный. Ну и, естественно, и курочка тоже получилась очень ароматной и сочной. Как я уже говорила ранее, она отлично подходит для готовки на гриле. Ну а тем, у кого нет возможности приготовить на гриле, можно приготовить вот так вот в духовке. Не обязательно с рисом, можно и с картофелем или любыми другими гарнирами. В комментариях обязательно напишите, понравилась или не понравилась вам новая рубрика «Заморозки продуктов впрок». На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok